МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадио компании Гомелю, студии працуя Александр Гамоля. Глядите в этом выпуске. Лепшие из лепших гомельские наставники удостоены подзяки президента. Изменения в законодавстве. С наступного года уводится новый подход до нотариального обслуговывания сельского насильства. Электроэнергия для тепленья и горячего водозабеспечения. Все лето в гомеле будут сдадены первые электродомы. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Запленную працу, высокий уровень профессийного майстерства и значный уклад на учение и выхование детей восемь представников сферы адукации отримали подзяки президента. Серед их двое гомельчан. У Знагорода удостоенный наставник географии середней школы номер 19 Вадим Лосев. Молодый человек зауседы шукает нестандартные подыходы до вушня и материалу и лишит, что гульня – лепший шлях для засвоения информации. На его сторонках у социальных сетках в вушней зауседы знаходят цикавые географичные квесты. Я из педагогической семьи, мне всегда нравилось то, чем занимаются мои родители, я никогда не стеснялся этого. Я достаточно честный и прямой человек, ну и, конечно, чувство юмора. То есть вообще тема, на которой я вышел в республиканский этап, это интеллектуальные игры. То есть это эрудиция, это задор, дерзость, артистизм и то, что связано непосредственно с интеллектуальным творчеством и трудом. Подяку президента отримала и наставница биологии середней школы номер 8 Марина Капцевич. Она так само протягивает педагогическую династию своей семьи. Активная девчина лишит, что у профессии треба постоянно развиваться, выкористовывать на занятках мультимедийные технологии. Используем программу смарт-ноутбук, к примеру, для того, чтобы как-то активизировать деятельность учащихся на уроках появились. Большие возможности информационные. То есть сегодня мы даем не традиционный урок, а урок, который позволит реализовать ребенка во всех его направлениях. И это очень важно. И, как я уже неоднократно говорила о том, что преподаватель, он должен быть на одной волне с учениками. Это очень важно. Ободво наставники заявляются переможцами городского и областного этапа у конкурса в наставнике года 2020 и представляли Гомельщину на финале в Минске. Флаг Юйс опустить. Сегодня на территории пограничной комендатуры Лоев произошла урочистая церемония спуска флага и передачи катера бусил Музею военной славы. Вероника Гамзюкова натирала за воинским ритуалом. Необходностью пополнения флотилии погрангруппы рейдовым катером возникло в послевоенные годы. Войсковцам необходимо было судно для специальных потреб. Патрульование, акваторы, доставки грузов, перевозки пограничных нарадов с боевым руштунком и собаками. В вересне 1967 года был побудованный и прошел упробование первый катер с кодовой назвой бусил. После чего началось серийное будовництво. ГТ-2 буслы потрапили в флотилию Лоевской комендатуры в 2001 году. Их передали в рамках программы «Союзная держава». До этого обо два судна несли службу в Финском заливе. Денис Моисеенко был первым и одиным в нашей краине командиром катера с бортовым номером 203. Кажется, сегодня ему журботно развитываться сябром. Где-то я его терпел, где-то ему приходилось терпеть меня. Я знаю каждый болт с ним, каждый уставший шпан голод. Мне особенно радостно в этот день, что катер не погибнет, а продолжит свою жизнь. С выкористанием этого катера пограничники затримали больше за 80 порушальников державной мяжи. Бусил не раз примал в делу в парадах и навод и шел первым. Так само его выкористовывали в вздымках шмат серийного фильма «Державная граница». После 12-ти годовой службы ветерану Буслу пришлось завершить боевый шлях. В 2013 году он опошний раз вышел на охову межа в нашей краине. На его смену по программе международной допомоги «Суркап-2» пришел катер кильового класса «Дозор». Задача по созданию неприступного для нарушителей барьера на водном рубеже выполнена в полном объеме. И в настоящий момент продолжается наращивание усилий, чтобы иметь возможность противостоять любым вызовам в обозревой перспективе. Все это стало возможным благодаря мужественным пограничникам и морякам. Традицию и опыту старших поколений. И, конечно же, верной техники, стоящей на нашем вооружении. И вот на прайчале гучить команда «Стях, гьюсь, опустить». Под песню «Сустречный марш» офицеры и ветераны развитываются с катером, який служил долгие годы. Вахтовые повольно спускают «Стях». И он дополнить экспозицию покоя боевой славы пограничной комендатуры Лоев. Подчас церемонии развитания у дельники мероприемства вспомнили и тех, кто загинул на водном рубеже подчас Великой Айчинной войны. На воду спустили вянок с живых кветок. Для меня это великое дело, потому что, во-первых, таких пограничных катеров больше в Республике Беларусь нету. Такой пограничный катер будет единственный у нас, в нашем любимом городе Гомель. После церемонии катер отправился в Гомельский областный музей военной славы. Его науковые супрацовники отзначают, что это судно станет каштовым экспонатом. Сегодня оно одиночное во всей Беларуси, пополняя коллекцию боевых машин. Для нас это очень важно, потому что, как бы, с одной стороны, это позволит расширить нашу экспозицию, посвященную пограничникам, а с другой стороны, это все-таки катер. В нашем городе проживает очень много моряков, ветеранов, вооруженных сил еще большой некогда единой страны. И поэтому, как бы, передача Гомельской погрангруппой этого катера для нас действительно очень важное событие. Вероника Гамзюкова, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель-Злоева». Сегодня отбылось опоширенное посаджение Совета Нотариуса в Гомельской нотариальной округе. Основное питание на парадку дня – организация работы у сельских населенных пунктах. Подробязности у наших корреспондентов. Зворот до этого питания выкликаны изменениями в законе об нотариате и нотариальной деятельности. С третьего студеня наступного года сельские советы больше не будут оформлять такие документы, як завершание доверенностей и сгоды. Эти функции переходят до нотариусов. Такое переразмеркование тлумачивается необходностью повышения якости юридичного обслугования сельского насельства. Документы, которые оформляют специалисты советов, часто оспречиваются в судах, бо они не уличывают усих особенностей законодательства. Воголю, сельские населенные пункты нотариусы выезжали и ранее, але не вельми часто, и у основанных по просьбах мясцовой жахару. Выезды были раз в месяц. В какие-то населенные пункты, где менее была истребованность в нотариальном обслуживании, это было раз в квартал, раз в два месяца. Думаю, что будут более частыми, чтобы такие виды нотариальных действий, как завещание, доверенность и согласие, они выполнялись уже более квалифицированными юристами. Беда и самозначная проблема, которая может возникнуть при новых подходах до нотариального обслуживания сельского населения, связана с транспортными взносинами. Сейчас выезды юристов, конечно, совмещаются с визитами в вездки других службов. В большинстве случаев специалистов Райвы Канкамов. При наемности затвержденных графиков приема приезжать в те же агрогородки придется в конкретные дни. Не завсюду задавольняет юристов и график руху громадского транспорта. Особенно это тишится от дальних адрайцентров, населенных пунктов. Для выражения этих вопросов у нотариусов есть три месяца, до вступления в силу изменения в законодательстве. А прича того, за этот час необходимо узгаднить питание взаимодействия с мясовыми органами улады при выезде на тариусов в везки. Финансовая нагрузка населения не должна увеличиваться. Это первое. Второе. Необходимо обеспечить высокий уровень качества этих услуг. Конечно, для того, чтобы нам реализовать положение закона в этой части, необходимо плотное взаимодействие с органами местной власти. В части обеспечения или содействия обеспечения помещением нотариуса, компьютерной техникой, приема заявок от населения. И когда приезжает нотариус в агрогородок, должно население знать, что когда он приехал, где будет совершать нотариальное действие. Это очень-очень важно. Олег Сюров, Ольга Коновалова, Йоген Макенко, телерадокомпания «Гомель». Все лето в «Гомель» будут сдадены первые домы, у которых электроэнергия будет выкористовываться так само для отцепления, горячего водозабеспечения и приготовления ежи. Как ожидается, после увядения в эксплуатацию белорусской атомной станции, будуяние такого железа станет массовым. В приватности взведение так званого электродома завершается на перекрыжевании студентского проезда и проспекта Кострышника. 16-поверховый будинок различен на проживание 64-х семью. По попередних разликах, кошт коммунальных послуг тут будет суперравнальный за их коштом у звучайных домах. Что тысячи цены квадратного метра жиля, я на складе каля 1 400 рублю, что так само отповедает среднеградским значениям. В уголе зараз будовництво жиля у «Гомеля» одночасово ведут некольки специализованных организаций. Кошты залежат от проектных решений. В приватности у некоторых вариантов продугледжены теплые подлоги и биметалличные радиаторы. При этом, по словам забудовщиков, проблем с продажем квартиры у них нема. Гомельский домостроительный комбинат строит многоквартирные жилые дома и реализует жилые помещения на условиях долевого строительства. Стоимость квадратного метра составляет от 1120 белорусских рублей. Да, безусловно, помещения пользуются спросом. Особое внимание уделяется жилым домам, построенным в микроюнии номер 18 города Гомеля. Завтра жихары в области могут звернуться по телефоне до представников мясовой улады. У Гомельске мобилвыконками на питании громадян откажет наместник старшини Андрей Конюшка. Телефон для совести 33 12 37. В этот час принимать звонки будет наместник старшини Гомельска Гагарвыконками Олена Олексина. Номер 51 19 54. Про мои линии, який, звичайно, працует с 9 до 12 годин. Не так полухая штраф, как от знака об администрационном правопорушении, бояна застанется у биографии Подлетка. Сегодня комиссия по справах неполнолетних администрации советских районов Гомеля разглядала неколькие эпизоды у относенных до юнаков, которые удельничали в несанкционированных митингах. Какие покарания, продугледженные за такие правопорушения, и что оказали на посяжении комиссии Подлетки. Расскажет Марина Северьянова. Сегодня на разгляде комиссии три справы. Двое юнаков на вушенце колледжу, один школьник. Подлеткам от 14 до 17 годов. Каждый эпизод анализуется по особку. У залу посяжения у Подлетки разом со своими законными представниками заходят по чарзе. На заседание комиссии вызывается несовершеннолетний законным представителем. Опрашивается по обстоятельствам совершения административного правонарушения. Почему он туда пошел, с какой целью. Осознает, он раскаивается в содеянном. Будет он в дальнейшем поступать подобным образом. Затем выносится калияльное решение. Первая справа в дочинении до 17-годового навученца Гандлево-экономичного колледжа. 27 вересня юнак разом с Сябром был зауважен в месте проведения несанкционного нагомитинга в центре Гомеля. Подлеток каже, что был там хвилин 10-15. Потом разом с Сябром пошел кафе. На выходе до его подошли правооховники. Подлеток признается, что спужался и не одразу походился его отдел внутренних справ для складания протоколу. А не подпараткование милиции – это еще один администрационный артикул. Первый для его удел у несанкционованным массовым мероприемстве. На посаджении комиссии подлеток вину признал, расслумавшую свои поводины и уличываючи добрую характеристику с места учебы и то, что его выховывает только батька, отрымал наименьшее покарание. Попереджение за удел у несанкционованном мероприемстве и две базовые за не подпараткование правооховникам. В связи с тем, что наш учащийся был задержан за участие в несанкционированных мероприятиях, хотелось бы, конечно, сегодня призвать всех ребят очень внимательно относиться к тому, в каких местах они сегодня находятся. Вот наш учащийся говорит, что он оказался не в то время, не в том месте, заинтересовался тем, что проходит какое-то мероприятие. Мне хотелось бы призвать, чтобы ребята сейчас были очень внимательны и свое любопытство направляли на то, чтобы получать образование, учиться. Это их первая задача. И, конечно, думали о том, что те поступки, которые они совершают, ведут к последствиям. Вот сегодня наш учащийся был признан виновным за участие в несанкционированных мероприятиях и ему был назначен штраф и сейчас родители оплачивают обучение. И, к сожалению, им придется оплатить определенную сумму денег, оторвать из семейного бюджета. Это тоже последствия и для самого учащегося, и для самих родителей. С начала проведения несанкционированных митингов у Гомельской области зарегистрированы 101 выпадок у делу у их подлетков. До администрационной отказности притягнутое 26 человек. Особое внимание уделяется на сегодняшний день участие в массовых несанкционированных мероприятиях родителей с нежелетними детьми. У нас по области пять случаев таких привлечений. Проводятся беседы. Пять человек у нас привлечено к административной ответственности. Ну и, естественно, на этом не ограничивается только привлечение. К сожалению, предупреждаются лица о том, что нельзя этим заниматься, нельзя привлекать детей. Тем более, исходя из тех виде материалов, которые мы видим, иногда даже колясочников деток привлекают к этим. Понятно, что где-то с расчета кто-то с целью незадержания с учетом наличия несанкционированного ребенка. Ну и, скажем так, не оправдывает цели. И родители просто не думают о тех последствиях, которые могут случиться. Потому что, когда идет, извините за выражение, неорганизованная толпа, всякие могут быть провокации и последствия могут быть самые плачевные даже в плане причинения каких-то физических повреждений нежелетним детям. За удел у несанкционованных массовых мероприемствах предуглежено попередживание альбо штрафу по меры до 30 базовых величин. Але усе справы разглядаются у индивидуальном парадку. При визначении покарания уличиваются многие факторы. Утым легко характеристики с места в учебы, станции семьи, где выховываются подлеток, признание своей вины и ширость раскаяния. Марина Северьянова, Василий Осипцов, Телерадо, компания «Гомель». У Мазарским районе почался призыв военнообовязанных на военные сборы. У им приймутся дел около 120 резервистов. Таким чином проверяется готовность органов территориальной обороны до выполнения задач по призначению. Призыв протягнется некольки суток. На передни военнообовязанных доставили у состав территориальных войсков района, які находятся у сидельниках. Тут я не пройдут инструктаж. Служить резервисты будут до 16-го, как астричника. Для армии их это махшимость проверить мобилизационную готовность территориальных войсков. Для самих призывников – обновить навыки обыходжения со сброей и техникой. Мы комплектуем сначала подразделения личным составом, техникой, получим необходимые материальные средства, вооружение и проведем слаживание подразделений. Люди вспомнят свои навыки, полученные в период прохождения военной службы. Восстановят их, если кто-то подзабыл. Ну и закончится все это командно-штабным учением. По словах военного комиссара, пыльная складанность в организацию призыва уносит эпидемичное становище. Но все идет по плане. Подрыхтовка резерву на военных сборах – процесс, который в Узбройных силах идет беспропынно на протягу года. Выстава сучасного живопису гомельского мостака Юрия Платонова открылась у Палаца Румянцевых и Паскевичев. На ее представлены яркие пейзажи, створенные аллеем. Экспозиция моя назвала «Стоп кадр», что раскрывает концепцию автора. Мостака дает перевагу и мгненному адлюстрованию новокольного света. Большинство полотнов Юрия Платона устворяет подчас пленеров, где спонтанно фиксирует края виды, которые изъявляются перед им. Сярут их белорусские везки и розные кутки Вильнюса, Полоцка и Гомеля. Я стараюсь схватить вот это первое впечатление, ощущение именно от натуры. Работа, по крайней мере, в моем представлении пейзажной живописи, здесь только пейзаж, если вы обратили внимание, это не фото, это не попытка подражать, срисовать, списать. То, что я вижу, это мои преломленные через меня, мои ощущения, мои впечатления, если хотите, от увиденного. Но с какой-то все-таки узнаваемостью места, я это стараюсь сохранять. Юрий народился в Молдове, потом его семья переехала в Гомель. В гурток малявания Валентина Пакаташкина в доме пионера у хлопца привел батька. Это и вызначила далейший лез юнока. После Московского технического университета Юрий скончил Белорусскую Державную Академию Мостатствов. Зараз он з'является членом Белорусского Союза Мостаков и опытным педагогам. Это и иншая новинная информация о проектах телерадио-компании Гомель вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуске завершено. Всего доброго и до встречи в эфиры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Зима прошла бы весело. Милиция изъяла крупный запас конопли у 33-летнего жителя Хойников. Мужчина организовал у себя дома даже не тайник, а целое хранилище наркотического растения. На веранде под половыми досками разместил трехлитровые банки, тазы и ведра с коноплей. Всего, по заключению эксперта, 7,5 килограммов высушенной марихуаны. Возбуждено уголовное дело. Попалась на краже двух ящиков водки. В Ельске, уходя в отпуск, продавец прихватил с собой более 60 бутылок спиртного. То ли из-за места коллеги, то ли чтобы отдых прошел веселее. В обстоятельствах сейчас разбираются следователи. Когда к продавцу пришли в дом сотрудники, то от общего количества алкогольных напитков они обнаружили только половину. Остальное отпускница успела реализовать местным маргиналом. Ранее обвиняемая уже привлекалась по уголовной статье за присвоение вверенного ей имущества. В Гомеле на улице Барыкина накануне сгорел автомобиль. Около 4 часов утра пламя охватило тентовый грузовик «Газель». Машина была уничтожена огнем. Прибывшая на место происшествия пожарная потушили возгорание. Пострадавших нет. Версии пожара две. Занос постороннего источника зажигания неустановленным лицом или нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Всего же за прошедшие сутки на территории региона было три пожара. На оказание технической помощи спасатели выезжали 10 раз. В агрогородке заходы Речицкого района около школьной котельной загорелись три штабеля дров. Повреждено 450 кубометров древесины. Предполагается поджог. А в Ельске по такой же вероятной причине наполовину сгорел сарай. Никто не пострадал. Проводится разбирательство. Разгерметизация и пролив регенерированного ацетона. В Светлогорском районе на предприятии «Химволокно» произошло ЧП. Тактику ликвидации чрезвычайной ситуации отработали в рамках учебной тревоги спасатели МЧС и работники завода. Такие учения – плановое мероприятие. Проводится раз в год, чтобы скоординировать работу персонала в условиях нештатной ситуации. А также отточить механизм устранения аварии во взаимодействии со спецподразделениями. С совместными усилиями работников цеха, спасателей и медперсонала последствия разлива ацетона были успешно ликвидированы. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Николай Скинтиян. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Хоккейный Гомель проигрывает второй матч к ряду. Если в поединке с Металлургом все решилось в овертайме, то в противостоянии с Неманом дело дошло до буллитов. Рыси к экватору первого периода вели 3-0. К финальной сирене свое преимущество подопечные Сергея Стасия растеряли. А в серии буллитов уступили хозяевам 3-4. Металлург также проиграл. Сталевары в гостях не совладали с «Динамо Молодечно» 3-2. Завтра Металлург сыграет с Неманом Гомель с «Динамо». В пятом туре чемпионата Беларуси по мини-футболу БЧ и ЦКК играют дома. Железнодорожники завтра в 12.30 на паркете спорткомплекса «Локомотив» начнут поединок против «Лиды». В 16.30 в Светлогорске сойдутся ЦКК из столицы. Гомельский ВРЗ играет в воскресенье 4 октября. Вагоностроители отправятся в гости к «Дорожнику». Начало матча в 13.00. В первой лиге футбольного чемпионата Беларуси в предстоящие выходные пройдут матчи 20-го тура. Светлогорский «Химик» завтра ждет в гости «Лиду». Матч стартует в 15.00. Спустя час в Гомеле на поле Центрального выйдут Гомель и Орша. «Локомотив» также играет дома. Матч с «Пинской волной» пройдет в воскресенье. Начало в 16.00. Речицкий «Спутник» и столичные «Крумкачи» свой матч 20-го тура проведут 21 октября. Носа участие команд в 1-8 финала Кубка страны. Завтра в Гомеле пройдет сразу три поединка чемпионата Беларуси по волейболу. Представитель высшей лиги «Энергия» играет с «Витебским» марковой ГТУ. Матч пройдет в спорткомплексе «Локомотив». С «Душор Энергии» и «Бумпром», выступающие во втором по силе дивизионе, также играют дома. В 16.00 в спортзале «Гомельводоканала» энергетики начнут противостояние с «Могилевским коммунальником». Спустя полчаса в «Локомотиве» сойдутся «Бумпром» и «Оршанский взлет». В Гомеле в восьмой раз проходит открытый гонбольный турнир на призы чемпиона мира, уроженца нашего областного центра Андрея Климовца. Традиционно эти состязания проходят в мае, однако из-за пандемии сроки сместили на осень. По этой же причине впервые на турнире не присутствует команда из-за рубежа и сам Андрей Климовец. За награды борются юноши в возрасте 15 лет и моложе. Всего пять коллективов. Два представляют Минск, один Брест. Гомель выставил две команды. Это сборная гонболистов 2005 и 2006 годов рождения. Таким образом гомельчане готовятся к дальнейшим республиканским соревнованиям. Есть проблема сейчас с игровой практикой у ребят. Я очень рад, что откликнулись многие наши команды республиканские. Увы, в этом году не будет команд с ближнего и дальнего зарубежья в связи с пандемией. Но тем не менее лучшие команды по возрастам Республики Беларусь на турнире присутствуют. Мы в этом году немножко формат поменяли. Не школы мы выставляем. В связи с подготовкой к УДМ мы выставляем сборные команды. То есть мы объединились. Год сор и с Дюшер-10 мы выставляем общие команды по возрастам. Пятый год и шестой год. Турнир на призы Андрея Климовца проходит во дворце игровых видов спорта. Решающие поединки состоятся в воскресенье. За призы заслуженного мастера спорта Беларуси тренера национальной сборной страны по греко-римской борьбе Владимира Копытова в Костюковке борются более 200 юных спортсменов. Открытый областной турнир проходит уже в 26-й раз. Награды оспаривают представители 30 команд со всей Беларуси, а также Армении. Кстати, армяне приехали с сильнейшим составом. Сборная из 14 борцов сформирована по итогам первенства страны. Долгое время насчет коронавируса не тренировались. И первое – это международные соревнования, к которым мы приехали в Беларусь, чтобы посмотреть в наших кадрах. Конкуренция очень хорошая, высокая конкуренция. Все это белорусские наши борцы борются, тренеры, у нас с ними очень хорошие контакты, товарищеские такие отношения. Очень полезные соревнования международные. Завершится турнир на призы Владимира Копытова завтра. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.